Приветствую вас, Елена. Одним из ключевых моментов является то, что вы не задали вопрос свой, то есть вы не написали, чего вы, собственно говоря, хотите от нас, психологов. Итак, мне 35 лет, есть муж-ребенок. Вы начинаете с возраста. Имеет ли он какое-то значение для вас? Имеет ли значение для вас, что есть муж-ребенок? То есть мне почему-то не показалось, что к мужу и ребенку своему вы относитесь как к личностям. Мне вот больше показалось, что вы относитесь к ним как к некой такой атрибутике, что ли, вот знаете, типа вот у меня есть муж, у меня есть ребенок, все, этот момент я закрыл. Вот такое у меня возникло ощущение, но могу быть не прав, конечно. Вот, но чувство возникло у меня такое. Дальше. Я еще в декретном отпуске и на работу выйти пока не могу, потому что сад еще не дали, а помощников на регулярной жизни нет, родственники помогают в экстренных ситуациях, потому что все живут в других городах. Ну здесь чувствуется некая жертвенная позиция, хотя вероятно вы, ну вероятно всего вы со мной не согласитесь, но чувствуется некая жертвенность в том, что вы пищите. То есть почему-то вам должны помогать и почему-то вы чувствуете себя сильно хуже, из-за того, что не можете сейчас выйти на работу. Да, про работу, ну про саму работу вы пишите немножко там дальше, вот мы это обязательно разберем, ну мы дойдем до этого. Вот, но сейчас важно немножко другого, да. Сейчас важен вот этот момент. Далее. Так, мы живем в квартире, в которой нас опустили мои родители. Сами они живут, кто вторую их квартиру. Финансово нам никому не помогает, живем только на том, что зарабатывают. Можья квартира была убитая, мы ее потихоньку ремонтируем, провели в божеский вид. Сложно, сложно мне, лично мне сложно, вот, в полной мере, сформулировать и смоделировать, вот, то, что я чувствую, когда вы пишете вот эту вот, ну, когда вы описываете проблематику, вот, свою. Я бы сказал, что мне кажется, будто вы как будто жалуетесь. Вот такое у меня ощущение возникает, что вы как будто жалуетесь, хотя я в принципе могу здесь быть неправ, могу ошибаться, но мне показалось, что вы жалуетесь. Вот, то есть вот нам квартиру дали, не ту их, и она убитая была, квартира, и вот мы постарались сделать так, чтобы там все было хорошо, в ней и так далее. То есть вот эта вот, как-то вот история, да, про то, как вам не повезло, например, 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 вот, хотя, может быть, вы, может быть, вы, может быть, вы так и не думаете совсем, вот, но выглядит, выглядит это так. Выглядит это так. Дальше. У меня комплексы из-за того, что ни я одна не сможем не заработали на ипотеку или на покупку собственного жилья. Ну, я бы сказал, что здесь у нас есть, как бы, требования определенные, такие вот требования именно к себе. Вот. Не совсем адекватные требования, так полагаю. Вот. То, что вы называете комплекс, 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 комплексами, вот, это как раз-таки есть не совсем адекватные требования. Ну, вот. Нужно с ними разбираться, да, нужно смотреть, насколько адекватны ваши требования. Насколько вы согласны с, ну, с ними, да, с требованиями, я имею в виду себя, да, вот. И так далее. Потому что есть ощущение, что проблема несколько глубже зарыта, да, то есть, как бы, проблема зарыта несколько глубже, чем вы ее представляете здесь. Вот. То есть, вы пытаетесь свою проблему представить, как вот, значит, комплексов. То есть, типа, что у меня комплексы из-за того, что мы не заработали на квартиру. А у меня к вам вопросы немножко другие. Вот. У меня к вам вопрос такой. Почему вы считаете, что если, например, вы решите проблему с квартирой? Вот. Почему вы считаете, что ситуация изменится? То есть, почему вы считаете, что ситуация станет другой? На мой взгляд, ну, ничего особо не поменяется, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. На мой взгляд, ситуация, в принципе, в принципе, какой была, такой она и будет. В том смысле, что вы придумаете какое-то новое условие для того, чтобы, ну, чтобы себя обвинять в чем-то. Вот. В этом я, ну, более чем уверен. Вот. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, вы пребываете в военниках иллюзии относительно. Дальше, ну, это, например, покупки квартирой, да. Вам стоит, стоит над. Это наивно. 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 Так, благодаря. Вот, потому что комплексы, если они есть, в данном случае, понятно, что мы говорим именно про комплексы. Если комплексы есть, то они не исчезают по достижению той или иной ситуации, к сожалению. Поэтому здесь, ну вот, такой нюанс имеет не особо быть. Дальше. Если заходишь из квартиры, мне прямо стыдно сказать, что она родительская, заразе, не ребенку мы с будем снимать жилье, тогда она не стыднялась, вроде хоть и съемная, но самостоятельная. Ну и обратите внимание, как вы, в принципе, уходите немножко в темы, да, так вы начинаете говорить немного о другой, вот, так вы начинаете говорить чуть-чуть о другой. Ну, вот, вы начинаете говорить о следующей проблеме, вот, а это была проблема, вы оставляете, вот, я предложил бы вам, ну, раскрыть ее дальше. Почему-то мне так важно, там, иметь, например, собственный жилье, да, вот, и нет, я не считаю, что вы что-то делаете неверно. То есть, я хочу сказать, что это ваше право. Например, если вы считаете, что нужно иметь, там, допустим, свою квартиру, то замечательно. Но, если у вас квартиры нет, то вы думаете о себе похуже. Это уже не совсем конструктивная позиция, это уже больше позиция деструктивная, к сожалению. Не может какая-то одна сфера, человеческая сфера, ну, сфера человеческой деятельности, да, какая-то одна, не может характеризовать всего человека. Ну, а в вашем случае получается, что как раз таки характеризует. То есть, в вашем случае получается как раз таки, что эта характеристика присутствует. Вот, и, на мой взгляд, это есть сложность и это есть проблема. Вот. Вообще, так, близко к этому я переживаю, что я работаю в декрете. Да, по поводу ребенка, тут тоже момент, насколько вы сознательно подходили к рождению ребенка. Потому что при наличии вот тех проблем, которые у вас, ну, я бы сказал, что с ребенком вы поспешили несколько. Вот. И, ну, косвенно на это указывает еще и то, что он вас как будто бы прямо тягачит. Ребенок не имею ввиду. Вот. Поэтому тут как-то вот не совсем понятна ваша стратегия, да, не совсем понятна ваша модель поведенческая. Вот. Не совсем понятна, не совсем ясный уровень особенности. Вот. Потому что, ну, потому что мне думается, что если вы подходите сознательно к вопросам рождения ребенка, например, то вы не переживаете. А сейчас получается, что именно это и происходит. То есть происходит именно вот то, что вы тяготитесь тем, что вот, ну, тем, что у ребенка у вас есть. И тем, что он вам, ну, за сколько вам, ну, может быть, не мешает, да, может быть, сказать, что он вам мешает это слишком, но... Один счет. Ситуация. Скажем так. Дальше. Так, при этом если бы меня был бы прям вообще не возвращалась на работу, была бы прямо хозяйкой, так как жить у себя гораздо лучше. Ну, мне кажется, что здесь вот выбоете со спиками, мне кажется, что здесь косвенная проблема связана с реализацией, то есть вы не реализовываетесь. Из-за этого вы можете, например, себя обесценивать, да, потому что нет реализации в полной мере. Вот, нет реализации в себе, то есть я, ну, сложно говоря, вы сами, да, не реализовываетесь, вот, или реализовываетесь, но достаточно слабое происходит. Вот, и без этого могут быть тоже, тоже, на мой взгляд, довольно серьезные проблемы. То есть вы вот, ну, не стремитесь, как бы, к тому, чтобы как-то себя проявлять, да, вот, а это необходимо себя реализовывать домхозяйкой. Ну, я бы поверил, если бы, поверил бы то, что вам, ну, что вы хотите быть домхозяйкой, да, если бы вы не комплектовали, там, по поводу, по поводу, допустим, там, ну, по поводу работы, по поводу дохода, вот. А так, я понимаю, что, ну, вам, скорее всего, просто боязно, то есть, вот именно боязно себя проявлять. Ну, вероятно, 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 что вам будет на себя просто проявлять. Вот. А, я думаю, так. Хотя, конечно, тут, тоже есть, ну, есть тоже варианты, есть, есть, там, тоже нюансы, безусловно. Вот. И, соответственно, нужно смотреть, что и как. Вот. Потому что сейчас, ну, в какой-то степени это просто гадание на кофейный гусь, потому что, ну, разные могут быть варианты. Дальше. Муж никак не спиняет в плане работы, для него не проблема работать одновременно, я все время переживаю, вдруг нам не хватит денег, что я издевинка. Нехватка денег – это не защищенность, то есть, ощущение угрозы какой-то страны, деньги здесь как попытка защиты. Вот. Ну, вот. А, то, что касается эдевинчества, это больше про, наверное, эм, обесценивание себя. Ну, я так, вот, я так думаю, что, скорее всего, скорее всего, что вы себя обесцениваете. Отсюда вот позиция, что я издевинка там и так далее. Вот. То есть, некое такое, ну, требование-требование к себе. Вот. Причем, не вполне, не вполне, может быть, даже адекватное требование, так как вы, ну, занимаетесь ребенком и, в общем, в общем-то, все, в общем, все более чем в порядке, но вот вы все равно. тревожки. Вот здесь проблемы с тем, что вы, может быть, обесцениваете себя в общем. Но, опять же, здесь это не ясно пока наверняка. То есть это нужно либо проверить, либо подтвердить. Вот, анализ и психотерапия, типа, помогли бы здесь. Дальше. Так, это какой-то новый круг, я склонен к ВСД, находясь в оконимисте, сейчас опять начинается понисть, когда к обращусь к симптомам? Ну, тут вам, конечно, надо бы им короче обратиться, потому что, кто знает, может быть, есть какие-то влияющие факторы, ну, как может быть, скорее всего, эти факторы есть. Поэтому тут очень важно их по возможности исключить. Вот, чтобы они не влияли на вас. Так что, спрываем, наверное. Аккуративо обратиться, да, именно к вашему психо-терапевту, если он не силен, к обычному терапевту хотелось. Обратите это, чтобы он вам помог, чтобы он, ну, преследовал ваше состояние. И вам не определиться, чего вы хотите, потому что пока ничего такого нет, что указывало бы, что указывало бы на то, чего вы хотите, нет, ничего, что указывало бы на то, что вам нужно, чтобы он не пропасть. И поэтому я бы рекомендовал вам его сформулировать, вот, сформулировать свой запрос. И уже дальше смотреть, что можно сделать для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, удачи и надеюсь, что ситуация будет ваша самым лучшим образом разрешена. Продолжение следует...